На сегодняшний день, если раньше вызовов в сутки у нас по-северски было, допустим, 5-6 вызовов, от 5 до 10, то на сегодняшний день меньше 25 не бывает. 35-37, до 40 доходит. Один день было даже, по-моему, 47 вызовов за сутки. Очень сложно сейчас работать. Медики работают на износ. Но мы справляемся. Хотелось бы, чтобы и люди нам в этом помогали. Как я уже говорил, самое основное, что мы должны и можем сделать, это профилактика. Если он у себя обнаружил симптом коронавируса, он должен вызывать медика на дом. Я понимаю, что можно сказать, что долго еду, тяжело. Я, как уже сказал, из-за большой напряженности работы, медики могут приехать позже. Но они обязательно приедут. Обязательно. Мы ни один вызов еще не оставили без внимания. Есть несколько этапов. Первый этап – это амбулаторное лечение на дому легких пациентов. И второй – это ковидный госпиталь, который у нас развернут в Афибском. Он не только лечит жителей Северского района, он лечит еще и жителей города Краснодара. Бывает, помогаем и другим районам. Там есть все необходимое для лечения пациентов. Там есть, прежде всего, кислород. Там есть аппараты ИВЛ, если, не дай бог, кому-то такая помощь будет необходима. И все лекарственные препараты для лечения пациентов. Препараты, которые будут доставляться пациентам бесплатно, по показаниям. Значит, когда медицинский сотрудник назначает лечение на дому пациенту с коронавирусной инфекцией, подтверденно или подозрением, мы этому человеку будем доставлять препарат на дом. Препарат хороший, препарат проверенный, эффективность у него тоже очень высокая. Что такое профилактика? Это, прежде всего, защита себя и своих близких от заражения. Это ношение масок в общественных местах и вообще сейчас по максимуму везде. Это гигиена, мытье рук, проветривание помещений. На сегодняшний день, вот я читал буквально на той неделе, что 70% профилактики коронавирусной инфекцией – это проветривание помещений. Элементарное проветривание помещений уже снижает риск заболевания. Плюс к этому правильное питание, здоровый образ жизни, эти вещи, которые укрепляют иммунитет. И даже если это вдруг случится, что вы подхватите это заболевание, оно пройдет в легком течении. Второй момент, чем люди могли нам помочь, если вдруг уже заболевшие есть, и они, к сожалению, и простудные заболевания у нас бывают еще, не бежать и не начинать заниматься самолечением. У нас в народе принято, что за самолечение. Это в первую очередь антибиотики. И у кого на что хватает ума? До самых мощных, от самых простых до самых мощных. И в результате, когда человек попадает, он уже пропил все, что можно было, антибиотики. И нам крайне сложно, просто крайне сложно после этого корректировать лечение таким образом, чтобы лечение было эффективным. Потому что до этого уже человек выпил все, что только можно. И у него организм к антибиотикам уже резистентным. Поэтому только по назначению врача. Очень осторожно, особенно с антибиотиками. Я хотел бы сказать, берегите себя и своих близких. Те рекомендации, которые даются, они не просто так даются. Они выверены и продуманы. Если вы максимально приложите усилия для того, чтобы уберечь себя и своих близких, то у вас все получится. Это заболевание у вас минует. И если даже вы заболеете, вы пройдете легкий тип течения. Поэтому убедительное, хотя бы элементарное, ношение масок, личная гигиена, проветривание помещений, принимание витаминов и правильный образ жизни, вот это уже нам поможет максимально снизить заболеваемость и болезненность от этого инфекции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!